Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный с грозой. Ветер западный 6,11 метров в секунду. В горах порывы до 23 метров. Температура воздуха ночью плюс 9,14, в горах плюс 3, плюс 8. Днем до плюс 24, и местами плюс 10,15. В Черкесии ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12,14, днем плюс 21,23. Преподаватели и студенты отделения декоративно-прикладного искусства Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова готовятся к выставке на ВДНХ. Какие работы будут представлены на экспозиции, какова их тематика, об этом в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет заведующая отделением ДПИ Эмма Лапугова. Доброе утро всем. Доброе утро, Эмма Вазимировна. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в гости. У нас был немножечко перерыв, мы давно не виделись, но я знаю, что у вас приятные события происходят сейчас. Вы готовитесь на выставку в Москву. Конечно, я хочу узнать подробности. Я знаю, что выставка будет проводиться на ВДНХ. Что готовите? Вот все задают этот вопрос. Вы знаете, мы вообще-то всегда готовы к любой выставке, потому что у нас недавно, в июне месяце прошел выпуск, очередной выпуск. Выпустили 10 специалистов замечательных. Эти работы мы еще нигде не экспонировали, поэтому мы повезем в Москву. Работы по всем видам декоративно-прикладного искусства, которые бытовали на территории Карачаева-Черкесии. Мы их возродили и дали вторую жизнь, современную жизнь этим же экспонатам. Они не историческая у нас ценность. Они живут сегодня в современном интерьере, живут в современной жизни, прекрасно прижились. Поэтому первое, что мы готовим, это эти работы. Ну и так как времени не так много, мы сейчас включили в программу и дали всем задания нашим студентам, начиная с первого курса и до четвертого курса, именно к этому событию что-то выдать. Мы же готовим не только исполнителей, которые могут как ремесленники работать, Мы их мотивируем как художников, чтобы они рождали идеи. Вот это такой эксперимент хороший. Я думаю, мы постараемся увидеть какие-то новые идеи, что они предлагают. Вот мы решили сделать сувениры Карачаевой-Черкесии. Нет уже сувениров. Нет. Вот даже ни в Архизе, ни в Домбае вы не купите нормальных сувениров. И все об этом говорят, но никто ничего не делает. Но так как мы тоже учебное заведение, у нас задачи другие, мы не можем производством заниматься. Но вот мы хотим штучный товар, вот наши идеи, именно как идеи. Может, кто-то это потом подхватит. Сувенирую продукцию, отражающую нашу Карачаево-Черкесию. Очень интересные секреты, пока не буду раскрывать, они в работе у нас сейчас. Но мы каждую неделю собираемся, обсуждаем это на цикловой комиссии, с детьми работаем в этом плане. Очень воодушевились, все с удовольствием взялись за эту тему. И такие интересные получаются идеи. Наши дети же вообще уникальные, уникальные. Они знают всё. Дело в том, что я имела счастье быть на вашей выставке, в выставке ваших выпускников. Каждая работа, которая была представлена, это действительно шедевр. Как хорошо, что вы понимаете. Я думаю, что всё-таки вы повезёте что-то очень интересное оттуда. Кто в составе делегации? Ну, поедут преподаватели. Четыре человека мы во главе со мной выделили. Кто будет оформлять эту экспозицию. Это тоже большой труд, чтобы экспозицию достойную сделать. Да, конечно. А работы возьмём, сделаем отбор. Самые лучшие, самые интересные работы. Ну что же, я желаю вам удачной поездки, благодарных зрителей. И благодарю вас за участие в нашей программе и за ваш труд. Спасибо вам. Спасибо большое. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи.